Одним из первых симптомов проявления квиз-заболевания является потеря вкуса обоняния. Это не в 100%, а где-то в процентах 40-50. Это один из симптомов. Пациенты много задают вопрос, вернётся ли вкусовые ощущения. Да, они вернутся, возможно, через неделю, возможно, через 5-6 дней, возможно, через 2 недели, но вернутся. Дальше из симптомов – это першение в горле, повышение температуры. Не во всех случаях бывает повышение температуры, но повышение температуры субфибрильные – 37 до 38. Ну и, конечно, когда уже присоединяется, наступает второй период заболевания, есть 4 периода. И в первом периоде, когда появляются симптомы, это первый период – это инкубационный до 14 дней, когда нет симптомов. Затем второй период, когда гриппоподобный, называется, появляются симптомы повышения температуры, першение, потеря вкуса обоняния, сухой кашель. И третий период – это уже период разгара. В этот момент интоксикация усиливается, температура повышается до больше 38, и появляются мышечные боли, головные боли, то есть симптомы интоксикации. И последний период – это уже период выздоровления, реквалифсенции, как мы говорим. Этот период может быть длительным, до 2-3 месяцев. Поэтому в этот период, конечно, все препараты, которые доктор назначает в период разгара заболевания, они имеют определенную длительность, в течение 10 или 14 дней назначаются. А в период уже выздоровления здесь особую роль будет играть наш иммунитет. Как сработает иммунитет? У всех он у нас разный, поэтому течение заболевания может у кого-то и за 14 дней пройти, а у кого-то и до 3 месяцев. Если в марте, где-то в апреле, в начале еще этой вспышки были единичные случаи и протекали в основном бессимптомно, у нас даже количество бессимптомников в это время очень было большое. На сегодняшний день бессимптомники уже у нас выздоровели, на сегодняшний день все практически идут с симптомами. И с симптомами уже средней тяжести. В силу того, что в семье болеют двое, трое, четверо. Вирусная нагрузка большая. Конечно, в силу своей загруженности сейчас врачи, часть врачей тоже болеет на больничных, этим же и к видам. Поэтому нагрузка на оставшуюся часть работоспособных врачей увеличилась. Но у каждого участкового врача есть 2-3 медсестры. Поэтому проще дозвониться до них, до СМР. Мы, как говорим, средний медработник. Они все у нас практически обучены. Значит, они могут подсказать, что нужно сделать, как сделать. Все протоколы мы разбираем совместно с СМР. Конечно, то есть СМР может дать тактику дальнейшего. Как освободиться доктор? Доктор уже сама должна перезвонить или же сказать, хорошо, я приеду, посмотрю. Вот в таком варианте. Если до СМР не дозванивается, по-любому в регистратурах телефоны все работают. Есть институционные центры во всех поликлиниках. В силу того, что врачей мы всех посадить туда не можем, там также работают СМР и старший регистратор. При необходимости вызывается врач. Уже если конкретно. Нет, значит, есть у нас и замы, три замы, которые могут также ответить на любой из этих вопросов. Есть телефоны, они все указаны. Общий есть ситуационный телефон, допустим, по нашей поликлинике, 510577. Вот там сидит определенно старший регистратор и принимает любого характера вопрос. Сейчас, если не может объяснить, допустим, конечно, соединяйтесь со мной или соединяйтесь с врачом. А остаться дома, вызвать врача. Врачи на дому обслуживают. Сейчас мобильные бригадами пациенты обслуживаются на дому. Но если он уже пришел, фильтр, конечно, там будет принято. Ну, если что-то критическое, там кровохарканье, то, что немедленно нужно оказать помощь на фоне квитов, давление стало высоким, тут уже нужна экстренная помощь, поэтому, конечно, тут неотложная скорая помощь передает в поликлинике. При поликлинике есть неотложные бригады. Сейчас они тоже усилены, выезжают и на температуру, одеваются в СИЗ и также оказывают помощь. В последних протоколах и в последнем постановлении санитарного врача есть, что контактные должны сдавать на седьмой день. Раньше у переболевших мы брали на десятый день. На сегодня переболевших 14 дней переболел, симптоматики нет, состояние хорошее, он уже может выходить, считаться выздоровевшим, без повторного мазка. На сегодняшний день берем только, пришел когда пациент, или же надо мы уедем, когда картина к видео только в разгаре. Тогда мы можем взять мазок. В остальных случаях сейчас не ограничение, а пересмотр. Взятие мазков. По результатам, если это положительный результат, дается практически через 5-6 часов. Есть у нас у всех ситуационный на мобильном телефоне чат, где СС обязательно пишет, вот такой положительный. И мы должны взять уже на обзвон или же послать врача, если это случай тяжелый идет. Это уже СС нам передает. Поэтому здесь срабатывает каждая служба. Но при отрицательных они могут и не выдаваться, в силу того, что нагрузка огромная на вирусологию. Это несколько, до тысячи доходит анализов. Поэтому отрицательно мы можем ехать там через 2-3 дня и можем сами забирать. Если пациенту иногда нужно это, то мы, конечно, забираем. Но на сегодняшний день количество мазков уже уменьшилось намного. И практически отрицательно нам протоколы все передают. При присоединении осложнений, развитии пневмонии, сейчас на сегодняшний день по протоколам мы пневмонии лёгкой и средней степени тяжести лечим на дому. Первое, что нужно сделать, это вызвать врача. У нас есть мобильные бригады. Доктор должен поехать посмотреть, определиться с тактикой лечения, какой день это, во-первых, заболевание, от этого тоже важно. Это первый день или же это уже десятый день, седьмой день. Какие исследования, если он только заболел первые 2 дня, разумеется, проходить и бежать, как у нас основное население делает, делает КТ. Там можно ничего и не увидеть. Картина будет развиваться четвёртый, пятый, шестой, седьмой день. Тогда мы можем и в крови увидеть показатели воспаления, и также на рентгене и на компьютере. Ну, в этом случае врач смотрит, пусть будет это рентген, пусть это будет компьютер, неважно, площадь поражения, во-первых. Потом каждый доктор имеет вот такой пульсометр, вот так он прост в использовании. Пальчик на пальчик одевается, включается и определяется сатурация кислорода. То есть при его норме, это выше 96, это хорошо, показатель хороший, значит, у нас кислорода достаточно в организме. Конечно, если эта сатурация падает меньше 93-95, это уже говорит о дыхательной недостаточности. Тут уже доктор будет решать оставить пациента дома на домашнем лечении или же госпитализировать. Постельный режим, прям вот с утра до вечера лежать мы не рекомендуем, потому что нам нужно, чтобы застоя не было, к той вирусной пневмонии ещё не присоединился застой. В определённом положении, хотя бы час-два, он должен лежать на животе. Таким образом мы улучшаем дыхание, у нас есть кожное дыхание, да. И, конечно, большую здесь роль сыграет именно вибрационный массаж. Но это не делается, конечно, когда температура, когда уже температура спадёт, когда мы начинаем дыхать на гимнастику. И вибрационный массаж. Для чего? Для того, чтобы лёгкое лучше дышало. Определённый вот этот комплекс упражнений. Вы их можете найти в любом интернете по дыханию пострельниковой. Ещё несколько авторов есть, но более проще пострельниковой. Тогда лёгочная ткань хорошо кровоснабжается. То есть, значит, и кислорода достаточно будет. И вот это положение лёжа на животе. Ну, вирусные пневмонии, они, конечно, протекают тяжелее, длительнее. Бактериальные пневмонии в плане лечения легче, потому что там точка приложения бактерий. И чисто антибактериальная терапия идёт. Есть протоколы, по каким антибиотикам должны назначаться. А при вирусной пневмонии, конечно, там точка приложения получается вирус. И противовирусная терапия, она всё-таки... Препараты есть, которые приводят... Эти препараты противовирусные назначаются только в стационарах, потому что имеют какие-то побочные действия. Но те, которые мы назначаем на уровне амбулаторном, мы назначаем там определённую группу противовирусных препаратов, которые не имеют осложнений. И впоследствии всё равно на пятый-шестой день присоединяется бактериальная флора. Оно у нас практически у всех есть. Поэтому тут лечение в два этапа. Противовирусные, затем антибактериальные. Конечно, за какой-то короткий период времени тяжело ответить на этот вопрос, как поднять. Но одним из... Мы рекомендуем всем это приём аскорбиновой кислоты, это приём аскорутина, потому что одним из причин является, что вирус поражает эндотели сосудов и, конечно, сбалансированное питание. Здесь должно быть разъяснение, что такое сбалансированный. То есть определённое количество белков. Мы же понимаем, что наша клетка состоит из белков. Поэтому обязательно нужно употреблять в пищу белок. Это мясо, любое, абсолютно любое мясо. Но лучше мясо птицы, индейки, птицы, которые легко усвояемы и в нём незаменимые кислоты, которые нужны для строительства клетки. Определённое количество у нас должно быть жиров и определённое количество... То есть в нашем питании, в нашем рационе должно быть и углеводов. Ну, это быстро, простые, простые сахара. Врач, конечно, должен советовать, потому что пациент, многие пациенты имеют сопутствующие заболевания. В частности, вот почему я говорю о тугоплавких жирах. Вот баранин – это тугоплавкий жир. И при пациенту, который болеет ишемической болезнью сердца, артериальным давлением, разумеется, данный сорт белка, он не нужен. Это будет вызывать повышение холестерина и так далее. И, конечно, врач, уже зная сопутствующие заболевания, должен определить приблизительно рацион. А там уже, конечно, будет зависеть от пациента, от её возможностей. Ну, конечно, витамины. Вот сейчас у нас лето. Во дворе у кого-то растёт, у кого-то спокойно можем купить это, позволить. Это зелёный лук, это укроп, это петрушка, это фрукты. То есть те, которые сейчас только выросли, как говорят, с грядки. Я имею в виду фрукты, это персики, апельсины, мандарины. Вот такого, содержащие витамин С. Вот, допустим, такой случай, если длительно не идёт на антибиотиках, мы должны обязательно взять на чувствительность к антибиотикам. Но данный анализ делается почти практически… Он сажается на среду, мазок берётся, сажается на среду, выявляется какой-то микроорганизм и какой антибиотик на него работает. На это уходит почти 5-6 дней. Поэтому в начале заболевания мы не можем взять мазок. То есть мы уже должны лечить. Если это уже 4-5 дней, мы должны уже лечить. Ну, а так, конечно, может быть, к этому антибиотику у данного пациента устойчивость. Поэтому он не работает на него. Вот это одно из обязательных условий. Чтобы была чувствительность микрофлоры к препарату. Возраст большую роль играет здесь, да? Лица старше 65. Иммунитет, как правило, ввиду физиологического старения организма, иммунитет снижается. Ну и плюс к этому времени мы все накапливаем кучу болезней. И в связи с этим тоже это всё влияет. Ну и, конечно, есть в данной категории возраста и крепкие пациенты, иммунитет хороший. У них как-то всё практически заканчивается хорошо. Лечение детей также идёт согласно протоколам. Особо отличий нет. Также идут противовирусные препараты. Ну, с антибиотиками, конечно, мы здесь уже осторожничаем. Потому что бывает детский организм, всё-таки иммунитет от мамы. Иммунитет есть, молоком получил и так далее. И легче. Во-первых, у них проходит всё легче. Они быстрее, у них этот период выздоровления короткий, быстрее идёт выздоровление у детей. Это уже вот мы наблюдаем уже сколько-то, 4-5 месяцев. И подростки тоже. Во-первых, никто не должен, болеет ли он, есть ли у него давление, или обструктивный бронхит, или астма, или цирроз, или много всяких заболеваний у нас хронических тяжёлых. Он вообще не должен забыть основную базовую свою терапию. Он должен принимать постоянно тот препарат, который является для его заболевания, давно принимал, назначен врачом. Потому что вот этот фон, который имеется у хронических больных, он может дать осложнений. А уже сверх, что назначит врач, допустим, по КВИ, противовирусные или антибактериальные, это уже просто как лечение именно КВИ. А основное заболевание, оно остаётся основным, и лечение бросать нельзя, прерывать. Продолжение следует... Она прописывает этот протокол, тот препарат, который есть у нас. А так особой разницы нет. Он пересматривается, но в плане ведения больного, но практически препараты одни и те же. Насколько я знаю, в России 8 раз пересматривался, у нас, по-моему, уже 9-10 раз пересматривается. Но я говорю, такой прям разницы абсолютно нет. По лекарственному обеспечению даже в общей сети аптеках препараты уже появились. В первое время, конечно, был ажиотаж, тяжело было найти эти препараты. Но на тот момент в каждой поликлинике мы, я уже говорила как-то, что с этого года по линии СМС нас обеспечили препаратами. Мы заявляли их в прошлом году на тех пациентов, которые застрахованы, они имеют право получать бесплатно по определённым нозологиям. Нозологии очень много. Но ввиду того, что сейчас застрахованы практически являются, условно застрахованы, каждый житель у нас на сегодняшний день, пока это идёт в связи с пандемией, мы практически всем выписываем, есть ли есть патимонии препараты, антибиотики и дети противовирусные. Сейчас, конечно, об этом сложно говорить, что каждый должен сидеть дома, не ходить куда-то в общественные места, где есть скопление. Сейчас, к сожалению, заболевание имеет очаговость. То есть практически, если в семье кто-то один заболел, вся семья заражается. Просто у всех по-разному течёт заболевание. Нежелательно, чтобы в этот момент приходили к вам гости или вы куда-то выходили. Это запрещено, во-первых. Во-вторых, вы бережёте себя, бережёте окружающих. Каждый должен думать не только о себе, ещё о другом. То он может быть источником заражения. Ну и, соответственно, конечно, вести здоровый образ жизни. Понятно сейчас любое, допустим, курящий особенно. Плюс, если у него ещё есть, как правило, хронический бронхит, плюс он ещё продолжает дальше курить. А точка приложения вируса – это лёгкие. Соответственно, и возможность осложнений очень большая. Ну и, конечно, вирус поражает не только лёгкие, 80-90%, конечно, лёгочная ткань, альвеолы. Но на втором месте, наверное, идут поражения ЖКТ в виде диареи проявляется это. Пациенты часто задают вопрос, что я много антибиотиков получал, поэтому у меня диарея сейчас идёт. Нет, это одно из проявлений, симптомов именно КВИ. Дальше может быть КВИ-ассоциированный гепатит, КВИ-ассоциированный панкреатит и даже миокардиты. Поэтому про это тоже не надо забывать. Самое лучшее – это беречь себя, носить средства защиты, мыть руки, обрабатывать их. Сейчас антисептики, они практически имеют везде, во всех аптеках есть. Ну, вот, в принципе, коротко так. Субтитры создавал DimaTorzok